Чай в Китае классический напиток. Там его пьют ежедневно и считают полезным и незаменимым. Мы привыкли заварить и выкинуть чай. Здесь принцип другой. Заварил, вылил чай, попил его и снова завариваешь. Главное его не передержать. И с каждым разом ты его раскрываешь все больше и больше. Чтобы познакомиться с китайским чаем поближе, распробовать вкус и почувствовать аромат, устроим чайную церемонию. У меня был опыт. Я жил несколько лет в Китае. И там я полюбил жизнь, церемонию. И там я научился пить чай. Возможно, научимся и мы. Берег Днестра, правильный настрой и вот такая маленькая посуда превращает чаепитие в настоящий ритуал. Чайник уже закипает, пора начинать. Можете себе выбрать одну пиалу. А почему из такой маленькой посуды? Чтобы распробовать? Да, во-первых, мы постоянно пьем горячий чай. Потому что когда мы у нас пьем из больших кружек, из больших чашек, мы ждем, пока остынет. Здесь же мы постоянно поддерживаем горячий чай. В Китае порядка 40 сортов зеленого чая. Тот, что мы сейчас завариваем, называется «дахунпао» в переводе «большой красный халат» из-за фиолетового, еле заметного оттенка в листьях. Завариваем крутым кипятком, немного ждем и сливаем воду. Процесс называется промывкой. Это чтобы листья чая раскрылись и поделились своим вкусом и ароматом. И только на второй раз пьем. Если чувствуете такой вкус, вкус костра у него такой есть немножко. Вот, да. Я просто подумала, что я какая-то неправильная, мне показалось. Нет, это из-за обжарки. Выводит из организма очень хорошо никотин и алкоголь. Ну он такой прям крепенький. Он действительно ободрит. То есть это не самообнушение? Он работает так же, как кофе? Я бы сказал, сильнее, чем кофе. Кофе работает на полчаса. То есть он дает энергию, потом оно ее забирает. Сколько я не буду хотеть спать? Ну сейчас вы будете бодрячком до вечера. Цена настоящего дохунпао начинается от 680 тысяч долларов за килограмм и порой достигает суммы более чем в 1 миллион долларов. Такой чай должен быть собран с материнских кустов возрастом в 400 лет. Понятно, что их осталось очень мало. Если кусты моложе, цена от 100 долларов за килограмм. Называется еще его утесный чай. Он растет на отвесах, скалах, на утесах. В общем, название говорящие. Да, да, да. И собирается вкратце. Собирается первые 3-4 листка с конца ветки. Во второй раз заварки этого же чая вкус меняется. Он становится еще крепче и бодрее. На третий раз чай пьется мягче. Вкус костря уходит и раскрываются нотки целебных трав. Такие церемонии – таблетка спокойствия и умиротворенности. Природа, вкусный чай из глиняной посуды и спокойная музыка помогают отвлечься от проблем, остановить поток мыслей и принять спокойное взвешенное решение, если это необходимо. Вкус Китая в маленькой чашечке – это мини-путешествие в далекий край чая и древних традиций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова